Елена Воробей В детстве я мечтала стать моделью. А почему не стали? Ну, что помешало? Все. Я была девочка-мальчик, мальчик-девочка. И никаких пристрастий к куклам, никакой милоты. Я подозреваю, что я была не очень красивой девчонкой. Поэтому гадкий утенок. Помню, как от него уходила. С гордо поднятой головой. Вдруг меня что-то остановило. Люк открытый, зиял пред одной. Мне мой папа частенько говорит, когда я вот сижу, сижу в каком-то сплине пребываю. Сплин – это такое грустное состояние души, какое-то подвисшее. Дрюк, сижу и понимаю, я так долго не могу. И происходит следующее. И он мне говорит, Господи, ну что ты делаешь со своим лицом? Ну что ты себя вечно уродуешь? А я в этом состоянии нахожу абсолютное свое счастье и гармонию, когда я игривая. Как я при этом выгляжу, я не знаю. Почему-то людям вот смешно. Хотя я просто такая, какая есть. Если мы сойдемся, Евгений Владимирович, меня смущает мое имя. Будет напоминать моему бывшей Елена. Я говорю, я бы могла перейти на короткую версию. Зовите меня Е2. Он говорит, а я Е4. Самое страшное состояние – это когда тебе скучно и когда ты вдруг доволен собой. Так вот, такого диагноза у меня нет. Я всегда недовольна. Но это нормально. Мне всегда кажется, что я еще не весь материал, не всякие образы примерила, не было важной встречи с моим режиссером, что у меня нет никаких отношений с кино в последнее время. Это меня вгоняет в грусть. Как спасаюсь? Любимые спектакли, любимые встречи с поклонниками воробей, как эстрадные актрисы. Потом проект «Три аккорда», когда я на три месяца в этот проект с головой окунулась, и все мои труды были не напрасно, увенчалась все это победой. Я не поняла, сыночек. С откуда ты? С каких краев? Что-то не узнаю тебя в гриме. С чем у тебя тыковка обгорела? Говорит, сынок, у тебя что, шапку боль прогрызла? Нос. Он у меня был другой. Извините. Ничего, что я так откровен? Ну, я не могу серьезно отвечать. Я все равно приду к этому, но начать я должна все-таки с шутки. Я делала ринопластику. Я это не скрывала, в принципе, никогда. Вот. Что изменилось в юморе, что изменилось в профессии? Я на какое-то время изменила театру и ушла на эстраду. Ну, ненадолго, так, любовный роман. Затянувшийся, правда сказать. Проколола ветомленчики На вся в том вырышках, как жаба Но над маралоном лифчике Называется по жабам Как-то недавно я только-только сошла с поезда. Меня встречают журналисты и говорят, как вам удается так хорошо выглядеть с утра? Я говорю, это вчерашняя косметика. А однажды пришла на грим, и мы снимали программу, значит, обо мне. Я решила, ну, я опаздывала, думаю, нужно немножко грим дома. нанести. И как раз накануне купила какой-то очень дорогой тональный крем. Очень дорогой. Я не буду называть его стоимость, но я покупала и понимала, это очень дорого. Можно было купить пять за эти деньги. И я, значит, дома у зеркала так аккуратненько наношу, наношу, прихожу потом к гримеру, сажусь, а она говорит, что-то у вас как-то неровно, тонак нанесен. Давайте я этот смой. Нет! Не надо! Этот слишком дорогой. нанесите сверху. Я не очень люблю трогать религиозные темы. Это настолько тонкие империи и такие опасные струны, в которых легко, ну, наткнуться, что называется, да? Хотя анекдоты на эту тему я люблю. Но любые, смешные, все хорошо, кроме скучного. 25 мая на сцене ОКЦ покажут спектакль «Мастер и Маргарита». Бесплатный билет на постановку получит тот, кто первым и правильно пришлет название философской драмы Гёте, с фразой, из которой начинается роман Булгакова. «Так кто ж ты, наконец, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Номер для СМС на ваших экранах.